Доброго дня и хорошего настроения желаю я вам и большое спасибо, что вы снова вместе с нами. Закончилась весна, наступает лето и я с большим удовольствием хожу на рынок, наблюдаю, какая новая травка появляется, молодые овощи, спелые фрукты. Все это нужно как можно скорее включать в наш рацион, поэтому давайте готовить вместе со мной. Конец весны. За полчаса мы приготовим конину в соусе на сочнях, салат из овощей и мороженое с запеченными фруктами. Все необходимые ингредиенты у меня уже готовы. Я даже успела помыть руки, поверьте мне, для того, чтобы приступить к приготовлению обеда. У нас сегодня за полчаса мы приготовим конину с листовыми овощами, то есть конину со шпинатом и луком-пореем. Мы ее протушим в соусе для бестроганов от магии и подадим ее на сочнях. Кроме этого, у нас будет весенний-летний салат, максимум овощей, максимум зелени и интересная заправка со специями. И, конечно же, десерт. Десерт – это будут фрукты. Я, так скажем вам, авансом на будущее дам этот рецепт. Мы запекаем фрукты со специальными такими посыпками, все это будет с добавлением меда и подадим эти фрукты с мороженым. Но понятно, что мясо требует самой длительной обработки, поэтому начнем с конины. Берем молодую конину, желательно. Хороший такой кусок филе. Нарезаем. Как вы хотите, как будет выглядеть ваше блюдо. Можно мелкими кусочками, тогда потеряется сочность этого блюда. Можем порезать очень крупными кусками, но тогда забудьте про то, что вы приготовите вместе со мной три блюда за полчаса. Нам придется потрудиться. Поэтому будут средние куски. Все опытные хозяйки знают, как разделывать мясо. Режем поперек волокон. Сначала на такие медальоны, а потом уже будем нарезать на кусочки. Канина – идеальное мясо, которое подходит не только для диет, но и прекрасно подходит для терапевтического питания, для лечебного питания, для питания детского. И, естественно, прекрасно усваивается организмом пожилых людей. Поэтому это такой здоровый и полезный продукт, что я с большим удовольствием очень часто готовлю конину. Последнее время в ресторанах, я думаю, все это заметили, появилось популярное блюдо – медальоны из конины. То есть небольшие стейки, потому что конина требует длительной обработки и не всегда мягко. Ее нужно уметь готовить. Небольшие стейки мяса, то есть вот такие медальончики, хорошо их отбивают и прожаривают на гриле. Просаливают перед этим. Канина не требует каких-то особенных маринадов, потому что у этого мяса свой исключительный вкус. И перебивать его, как, скажем, выраженный вкус баранины, просто я считаю преступлением. Поэтому уж лучше оставьте конину в покое, хорошо их просолите, проперчите и протушите. А еще конина очень любит варку. И в отличие от других видов мяса, она не становится такой вот пресной, скучной. Даже отварная конина имеет исключительный деликатесный вкус. Поэтому я сегодня решила вот приготовить какое-то, ну, казалось бы, новое блюдо и с всеми нами знакомого мяса. С кониной мы справились. И я сразу заготовлю еще один ингредиент. Это лук-порей, который мы будем использовать во время тушения мяса. Лук-порей тоже прекрасный, замечательный продукт. Можно его использовать и в салатах в сыром виде, и в выпечке, и для декорации открытых пирогов, каких-то, если там мы готовим татены или киши. Очень хорошо идет, как в пасту, с рыбой, с морепродуктами, также с любым видом мяса. Можно добавлять в фарш. Я очень люблю этот продукт и считаю, что он у нас должен быть популярен. Тем более, абсолютно доступен. Нарезаю вот такие вот тонкие колечки. Во-первых, он очень красив, а во-вторых, вот, несмотря на его чесночно-луковый вкус, больше луковый вкус и запах, при термической обработке, если его не сырым вкладете в салат, а именно обрабатываете термически, он дает такой нежно-сливочный луковый вкус, то есть нет никакой резости, горькости, запаха резкого. Вот поэтому, говорю, идеален для очень многих блюд. И шпинат. Но шпинат, так же, как и листья салата, так же, как и айсберг. Ни в коем случае не надо резать. Его нужно рвать и закидывать уже в блюдо. Давайте отправим на тушение мясо, причем для начала мы его не будем пока ни солить, ни перчить. Вы можете готовить в казанке или добавить масло или жир в толстодонную кастрюльку. Можете готовить канину вот в таком воге. Как удобно. Нам нужно ее сначала обжарить, а потом протушить. Собственно, исходя из этих действий, нужно выбирать посуду. Выкладываем канину. Здесь нужно потратить немного времени для того, чтобы канина, посмотрите, обжарилась со всех сторон. То есть каждая грань вот нашего среза мяса обязательно прожарилась. А потом уже будем тушить. Сначала запечатаем это мясо. Возьму немного горячей воды, которую я приготовила для сочни. Аккуратно по стенке волью. И дам канине немного протушиться. Не спешу ни солить, ни перчить, потому что я буду использовать специальный соус. И для него мне понадобится магина. Второе для бестроганов, который экономит мое время и помогает мне готовить счастье дома. Если вы внимательно изучите упаковку, то здесь написано с натуральными травами и специями, без добавления глутамата, натрия и консервантов. Что мне нравится в этой новой линейке маги. Абсолютно натуральный продукт, в который входят спелые овощи, сразу специи, ароматные травы, подсолнечное масло и иодированная соль. И все, что мне нужно, это просто развести его в холодных сливках. Этот пакетик сухой смеси высыпаем. На полкилограмма мяса будет достаточно стакана сливок и пакетика бестроганов. Сейчас перемешаем. То есть разведем сухую смесь в сливках, и наш соус для бестроганов будет готов. Я ввожу сюда лук-порей. Лук-порей для приготовления нужно немного времени. Но будем учитывать, что, конечно, его структура в плотном стебле более нежная, а вот в зеленых листьях она более плотная. Поэтому если мы готовим, ну и хотим получить совсем нежнейшую консистенцию, то увеличиваем время термической обработки. В нашем же случае пусть тканина будет мягкая, а лук может и хрустеть, и листья могут быть более плотными и казаться практически свежими. Протушили порей, добавляем шпинат. Давайте учтем, что шпинат только в сыром виде кажется таким объемным. Стоит его приготовить или подать любой термической обработке, он сразу уменьшается в объемах. Я убираю корешки, рву на две части, и этого будет достаточно. Вот закинули. Промешали. Не тратим время, все делаем быстро и легко. И как только видите, он немножечко опал, сам вот этот лист. Так, так, так. Сейчас он еще наберет цвет. Шпинат от термической обработки становится ярко-зеленым, таким изумрудно-зеленым. Пока у меня в сковородке происходят чудеса, добавляю щепотку соли в кастрюлю. Вода с минуты на минуту закипит. Сюда тоже чуть-чуть присолю. Сейчас здесь будем отваривать сочни. Вливаем соус. Сразу со всеми ингредиентами. И знаете, что мне нравится? От того, что мы тушили и добавляли овощи, у основы, то есть у мяса, появился такой хороший вываренный бульон с овощами. То есть практически экстракт, который очень хорошо совместится со сливками и сухой смесью от маги. То есть получается, что мы совместили бульон. Если бы мы зажарили лук, конину, добавили бы овощи и потом вот эту всю сухую зажарку залили бы сливками, то сливки просто бы смешались с вкусом такой горелости и жиром. Здесь очень важно именно тушить конину. Так блюдо не просто будет полезным, но и исключительно вкусным. Ну, я смотрю, уже закипает наша вода, значит, можно опускать сочник. Конечно, я за то, чтобы моя семья правильно и регулярно питалась. И поэтому я за полчаса стараюсь приготовить три блюда. До этого съездить на рынок, закупить продукты, привезти, приготовить, еще и убрать кухню. Но вот откуда брать силы? Даже сейчас я чувствую, что я проголодалась. Соответственно, мне нужен перекус. И я для себя нашла продукцию Wellness от Ariflame. Это сбалансированное правильное питание и очень удобно в потреблении. У меня здесь три вкуса. Клубничный, ванильный и шоколадный. Сейчас я хотела бы употребить шоколадный коктейль. Для этого мне понадобится специальный шейкер, который тоже очень удобен. Вы можете брать этот продукт с собой. В этом правильном сбалансированном питании только полезные и натуральные ингредиенты. В моем перекусе находятся молоко, яйца, яблоки, сахарная свекла, зеленый горошек. Максимум пользы. Я наливаю, вот согласно мерному указателю, молоко. А, кстати, можно даже использовать кефир. Можно использовать йогурт, простоквашу, все что угодно. Воду с обычным льдом. И получится прекрасный легкий перекус. Хорошо закручиваем шейкер. И готовим перекус за считанные секунды. Продукт готов к потреблению. И, кстати, что мне нравится больше всего, даже в таком голодном состоянии, я могу смело выпить этот коктейль. Он не содержит сахара. И, соответственно, я могу быть совершенно спокойна за свое здоровье и будущее состояние. Ну что, совсем мало времени, чтобы приготовить десерт и салат, о котором я вам говорила. Десерт у нас будет простой. Возьму сливы, банан, грушу, яблоко. Совершенно летний набор фруктов. И форма для запекания мне понадобится. Чистый нож. Теперь давайте подумаем, как вы хотите, чтобы выглядел ваш десерт на тарелке. От этого и будет зависеть ваша нарезка. Яблоки я нарежу такими кольцами. Аккуратно изъять косточку. И с этой сливой то же самое. Груша, наверное, пойдет красивыми дольками. Вот такими вот грушам. И банан. Банан мы можем нарезать просто такими крупными кусочками. Окей, что делаем теперь? Я возьму оливковое масло и слегка-слегка вот буквально взбрызну форму. Затем мы выкладываем фрукты. Если у вас получится, возьмите сразу форму для запекания, такую красивую, которую можно будет эстетично подать к столу. Достаточно. Так, теперь совсем немного меда. Мед у меня густой. Слегка-слегка. Подсластим фрукты. Все, достаточно. Правляем в духовку буквально на 7-10 минут. При температуре 200 градусов фрукты должны будут подпечься. Мороженое с фруктами. Фрукты при необходимости очистить от косточек и кожуры, выложить на противень, смазанный маслом, или форму для запекания. Взбрызнуть медом и запекать 15 минут при температуре 200 градусов. Подавать в горячем виде с орехами и мороженым. Фрукты запекаются. Осталось буквально 7 минут, чтобы приготовить салат. Я беру большую овощную чашку. Давайте этот салат назовем летним или, хотите, весенним. Не важно, но как его готовить? Самое главное, мы спрашиваем себя, что бы мы хотели, чтобы было в этом салате. А в этом салате будут те ингредиенты, которые уже сейчас продаются на наших базарах. И мы знаем, что это не такая не тепличная продукция, не удобренная продукция, что это более-менее уже сезонные овощи с запахом, с красивым цветом, уже такие оживленные, не пластмассовые, не со вкусом травы. Вот такие овощи мы и будем использовать. Не прославлюсь я в этом салате нарезкой, потому что она у меня самая обыкновенная. Я просто вам покажу составляющие этого салата, а нарезать вы можете как угодно. Дольками, соломкой, там все что угодно. Но вот имейте в виду, когда овощи уже набрали свой вкус, когда помидор сладкий, сочный, огурец хрустящий, он пахнет огурцом, когда у редиса есть эта резкость и при этом ее сладость и плотность, вот тогда эти овощи нужно резать покрупнее. Ни в коем случае не на терке, не на шинковках, а прям покрупнее. Получается потрясающий вкус. Давайте возьмем, что у меня здесь есть еще? Болгарский перчик, кабачок я не буду использовать. Знаете, в такие салаты, вот овощные миксы я их называю, можно даже морковь на крупной терке потереть. Прекрасный антиоксидант, прекрасная очистительная система получится у нас для нашего организма. Огромное количество грубой клетчатки, огромное количество грубых волокон, которые прочистят ваш организм, которые насытят ваш организм. Это все не пройдет даром, это не просто там праздник желудка или фантазии Адель, там салат с морковкой. Но морковь очень часто берут, натирают или с яблоком смешивают, или что печально, чеснок, майонез, орехи грецкие, все, вот и весь салат с морковью. Зачем эту морковь вообще в таком случае мы использовали, непонятно. Перец, паприку или болгарский перец обычный, светофор, все что угодно. Также рубим, ну вот перец принято резать либо кубиком, либо кольцами. Абсолютно стандартный набор, я с вами согласна, никакой Америки я для вас не открыла. Зелень берем, кинзу любите, кладем кинзу. Несколько веточек петрушки, зеленый лук, тоже все очень такое стандартное. Переложу в миску овощи. Вот получился такой обычный микс. Зелень, любите стебли, рубим мелко стебли, не любите, убираем. Лук, то же самое. Хотите белую часть убираем, хотите сохраняем. Зелень, опять же, на ваше усмотрение, можно мелко порубить, можно очень крупно, целыми ветками, не играет никакой роли. Все только так, как вы любите и так, как все это съестся. Именно готовим мы для того, чтобы это все употребилось не по правилам, а вот от души, как любит наша семья, как любят наши дети. Что нового я предложу вам в этом салате? Это заправка. Для заправки я возьму специи. Я возьму сразу соль. Специи, специи, специи. Паприка. Шафран мы не будем использовать, мы используем карри. Я насыплю карри. Я насыплю настоящую молотую паприку. Я добавлю соль. И немного соли сюда пока. В эту смесь я добавлю две части сметаны, то есть это могут быть две столовые ложки или два, две порции сметаны. Вот на глаз. Раз, два. Две части сметаны на такой объем. И одну часть майонеза. Я перемешиваю так называемый соус. И вот такой красивой солнечной смесью мы заливаем салат. Осталось его перемешать и салат готов. Но сделаю это я, когда будет уже основная подача наших блюд. Салат из овощей. Овощи нарезать средним кубиком, зелень измельчить. Для соуса смешать сметану с майонезом и приправить специями. Заправить салат. В принципе, сочни отварены, конина готова. Фрукты сейчас достану и подам их с мороженым. Все легко и просто. Фрукты сейчас достану и подам их салат. Фрукты сейчас достану и подам их салат. Фрукты сейчас достану и подам их салат. Салат